Солнце самое яркое с начала года. Все работает на название выставки. На улице пахнет грилем, фойе, кофе. Выставка юбилейная, 25-я. На ней представлены около 200 предприятий. Это отели, санатории, турагентства, производители различного оборудования и продуктов питания. Здесь делают первые наброски на предстоящий курортный сезон. Выступление на фоне нового бренда Анапы. Треугольники символизируют море, солнце, арбуз, виноград, природу, детство. Их можно использовать по отдельности в самых разных комбинациях. Вместе их можно собрать в зонд. Как поясняют разработчики, символика призвана с одной стороны показать разнообразие, а с другой создать единый узнаваемый образ, товарный знак. Анапа станет узнаваемой и теперь принципиально важна, какой ее будут узнавать. К предстоящему сезону муниципальные власти зачищают пляжи от незаконной торговли, аттракционов, других непрофильных услуг. Человек, приезжая на пляж, должен чувствовать себя комфортно. Это должны быть зонтики, должны быть лежаки, должна быть вода, обмороженная. То есть он должен себя идти в волейбольные площадки. Мы пытаемся добиться того, чтобы пляжная территория соответствовала именно настоящему пляжу. На сегодня у нас есть пляжные территории, те, которые действительно на них можно равняться, смотреть. Мы сегодня понимаем, что у нас в рамках подготовки и проведения сезона общая позиция с главой на все вопросы, связанные и с пляжами, и с торговлей вдоль набережных, и до открытия всего торговли на пляжах, и с вопросами безопасности, и с работой экскурсионных городов. Вместе с тем, уже сегодня на Анапское побережье возвращается каждый второй отдыхающий, что достаточно высокий показатель. Анапские санатории знают во всей стране. Министр отметил уверенный старт аграрного туризма. По словам главы города-курорта, растет уровень сервиса, идет строительство двух пятизвездочных отелей. Многие предприятия работают по системе «все включено». И в министерстве, и в муниципалитете рекомендуют предпринимателям не почивать на лаврах, использовать предстоящий сезон как разминку перед летом 2019 года, когда в полную силу заработает мост в Крым. Молоссальный турпоток будет идти, и как правильно мы сможем его перенаправить по пути, или оставить на три дня, на неделю, на пять дней в Анапе, в Кенрюкском районе. От этого будет зависеть наша эффективность и успех. Я считаю, что это исключительно сейчас возможность. Тем более, с учетом серьезного отрыва у нас по развитию гостиничного фонда, по городоустройству общего территории, по развлекательной инфраструктуре. А нас еще не скоро догонят. Но если мы будем сидеть и ждать, то, конечно, это произойдет быстрее. Поэтому для нас это большая возможность. Особенно с учетом, сегодня кто был на территории республики, знает, какова ситуация с дорожной сетью. Понимают, когда построится мост, что произойдет, какая ситуация будет на дороге. У Анапы всегда был свой отдыхающий, который постоянно приезжал. И даже если кто-то не приезжал, то не с до него приезжал туда другой. Мы это все время меряем по количеству отдыхающих, которые приезжают в курортный сезон. Поэтому, думаю, потерь больших не будет. Но, тем не менее, нужно заостриться на этом внимание и всем нашим руководителям здравниц отелей уделить этому максимальное внимание. Бренд также может сыграть свою роль будущим летом, когда в России будет проходить чемпионат мира по футболу. В Анапе строят две тренировочных базы, а значит, что сюда приедут журналисты не только из России, но и из-за рубежа. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.